Дорогие, всем привет! Эд Скрайбер на связи и вот такой формат, друзья, я сегодня избрал. Почему? Потому что мы сегодня разберем, что вообще, в принципе, происходит с компанией Xiaomi. И в частности, нас интересует Redmi, потому что раньше Xiaomi были прям, но всегда дорогими, учитывая последние два года, но вот Redmi всегда были в порядке и показывали нам отличный класс, отличный ценник, и все думали, окей, друзья, забираем Redmi, расходимся и все будет окей и по красоте душевной. Сегодня, друзья, вот такой формат, обязательно в комментариях напишите, как вам такой формат. Настоящий поклонник должен в жизни сделать три вещи. Поставить лайк, оставить комментарий и вырастить сына, чтобы он поставил лайк и оставил комментарий. А еще подписался. Если не знаете, что написать, скопируйте комментарии из предыдущей серии. И я вас, друзья, вижу в комментариях, и вы меня тоже вот так вот разглядите, посмотрите, как я выгляжу и так далее. Не часто я появляюсь на экране. И сегодня мы разберем все новости, в частности, что делать, что брать вместо Redmi, какие есть альтернативы и так далее. На примерах вот этих, друзья, графиках мы вообще посмотрим, что происходит, какая тенденция и все, куда вообще, в принципе, катится. А катится, кстати, в какую-то нехорошую сторону. Если вы в панике, я вас, друзья, хочу абсолютно успокоить. Все отлично, все нормально, все восстановится. Рубль куда-то там упадет на место, на котором он должен быть. И, в общем, друзья, сейчас, если построить ценники на Алиэкспрессе, это вообще тушит свет, кидай гранату. Вообще, что происходит, вообще непонятно. И, друзья, если, кстати, вам интересно, вы можете поставить скорость быстрее. Если вы хотите смотреть на меня быстрее, то выберите скорость побыстрее, потому что будет много болтовни и так далее. И, в целом, мы сосредоточимся на очень важных мыслях. Итак, компания Redmi, вот что сейчас происходит. Раньше Xiaomi были на светлой стороне, а сейчас же они перешли на темную сторону. Они показали Redmi Note 11 Pro на глобальном рынке. И, друзья, я уже жду ваши комментарии, что вы просто разорвете в пух и прах этот чат. Друзья, действительно, да, в чате пишите обязательно, что вы думаете по этому поводу. Ну, в комментариях и так далее обсуждайте. Вообще, какие есть альтернативы вы, наверное, свои предложите. Может быть, гораздо лучше, чем я предложу. Вначале, друзья, анализ того, что на самом деле происходит. Я вот такой, друзья, заморочивался даже для вас. Нарисовал вот такой специальный график. Это, друзья, график цен. И примерно по годам я их там распределил. Итак, смотрите, что мы видим. Мы видим начальную цену. Это был Redmi Note 4. Давайте вообще начнем так задалека. Для того, чтобы понять историю, анализ и вообще, ну, что дальше нас ожидает. Так вот, смотрите, друзья. Мы вот берем Redmi Note 4X или Note 4. Это был крутой смартфон, отличный смартфон. Все пользовались, радовались, да. И, кстати, канал взлетел первый раз именно на этом смартфоне. Потому что, ну, вот, люди прям понравился всем этот смартфон. И не мудрено. Наверное, у кого-то из вас тоже был. Если был, обязательно в комментах пишите об этом. Так вот, смотрите. Redmi Note 4. 4-170 долларов. Да, вот мы здесь видим. Это примерно шкала у нас 200 долларов. То примерно 170 долларов. Далее идет у нас Redmi Note 5. Тоже немножко улучшенный, чуть прокачанный. И там уже стоял 100% Snapdragon. Если в четверке 4X, там была разница. Helio или Snapdragon. Кто не знал, тот покупал себе Helio. Кто знал, покупал Snapdragon. И радовался. Потому что тогда, как вы понимаете, это, друзья, уже не сейчас. Тогда была разница очень большая. А сейчас между, допустим, Dementia или же какими-то Snap'ами, ну, реально уже идет такая борьба. И ты такой думаешь, ну, лучше 920-й Dementia, чем, допустим, 695 Snapdragon. Вы, друзья, понимаете, о чем я говорил. И, как бы, ну, такой намек. Так вот, смотрите, друзья, цены у нас образовывались примерно вот здесь. Тоже 170 долларов примерно. И дальше был Redmi Note 6 Pro. Это, по сути, была проходная модель. Особо она на глобальном рынке не появлялась. Но ее можно было приобрести. Люди приобретали. Срок был небольшой. Между выходами двумя этих смартфонов. И, в общем, друзья, ну, тоже было все неплохо. Примерно 200, смотрите, 15 долларов была цена на Алиэкспрессе. Кстати, все эти цены я беру с Алиэкспресса. Сейчас мы берем именно на глобалке с Али, и чтобы у нас цены были примерно одинаковые, и мы могли бы в них ориентироваться. То есть цены на глобальном рынке, конечно же, отличались. Они были совсем другие. Так вот, друзья, дальше выходит Redmi Note 7. Просто какой-то зверюга. Он порвал вообще всех в клочья. И здесь цена, друзья, примерно 170 долларов. Даже 149 долларов. Но это уже было чуть потом, попозже. И это было за минимальную версию. Там было 3.32. В общем, друзья, если мы брали 4.64, то тоже ценник варьировался примерно в районе 200 долларов. То есть здесь мы идем все в ровненькую. И это реально был очень популярный смартфон. Смотрите, 5 альтернатив Redmi Note 7 Pro. Здесь я, друзья, подобрал. И смотрите, сколько просмотров там было. Так, здесь просмотр не показывают. Ну, примерно полмиллиона просмотров, друзья, на этом видео. 10 тысяч лайков и так далее. И реально люди не могли понять, а что вообще можно взять вместо Redmi Note 7 Pro? Или не обычной семерки. 7 Pro, друзья, было не на глобальном, а на китайском рынке. В общем, что можно взять вместо обычной семерки? Люди с ума сходили. Типа, ты что, брат, о чем вообще может идти речь? Семерка сейчас просто за 150 баксов улетала, как горячие пирожки. 64 версии чуть дороже, но тоже было все в порядке, друзья. Окей, идем дальше. И как бы все развивается, все постепенно, отлично и неплохо. Далее выходит Redmi Note 8 Pro. Он был примерно в районе 200 долларов. Ценит варьировался плюс 20 баксов примерно туда-сюда-обратно. И многие расстроились, потому что там был Helio. Хотя, друзья, вот здесь тоже был Helio. И вроде бы три поколения прошло. Все уже привыкли, что были Snap'ы, а тут Helio. Но Helio в итоге получился очень хороший, роботоспособный, играющий. Даже с тем самым Mali, который же G76, тоже он играл. И все было неплохо. Задняя крышка стеклянная, переливающаяся. Интересный, красивый дизайн. В общем, отличная камера и так далее. Были проблемы только с Google камерой, чтобы ее установить. Потому что MTK на тот момент еще не сильно так вот прочуханы были на этот момент. И ценит, друзья, тоже все. Вот мы идем в районе 200 долларов. И все спокойненько развивается. Красота, душевность и вообще все отлично. Дальше выходит Redmi Note 9S. Я не стал сюда ставить прошку, друзья. Можно было поставить Redmi Note 9 Pro. Цена была бы где-то примерно вот здесь, в этой точке. То есть 200, там что-то 20, туда-сюда, за Pro версию. Но Redmi Note 9S повторял прошку, по сути, по железу абсолютно полностью. Но камера была на прошке чуть лучше. И там какие-то еще были небольшие плюшки. Но в целом, друзья, эта разница была вообще минимальна. Поэтому я взял S, потому что S давала все то же самое, но гораздо дешевле. И смотрите, S стоила 169 долларов. Это, друзья, тоже цена на распродаже. То есть ценник был примерно в районе 200 долларов. Это гарантированная покупка у вас была бы. И вы бы вообще не заморачивались, радовались. И думали, что вы купили самый лучший смартфон. На самом деле так и было. Но в этом году вышел легендарный Realme. И сейчас, друзья, о них немножко я попозже расскажу. Потому что вот эта линия, как вы уже поняли, это линия Realme. И, казалось бы, все неплохо, все развивается. Далее выходит Redmi Note 10 Pro. Цена за минимальную версию, она была 4,64, улетает немножко высоко. Смотрите, то есть у нас было все примерно вот в этом районе. И тут 250 баксов сразу же заламывают нам цену. Это причем на распродаже. Это самые дешевые ценники, промокоды и все остальное, друзья. Кстати, все это можете найти на телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь. Все ссылочки в описании. И тогда я, друзья, выставлял. Кто купил этот смартфон, до сих пор радуется. Кстати, у меня он еще, друзья, даже вот остался. Классный смартфон. Даже на данный момент это крутой смартфон. Учитывая то, что нам показали в этом году. Но, грубо говоря, нам показали вот это же. Все то же самое. И ничего лучше нам не показали в этом году. Единственное, что нам показали, это ценник. Гораздо дороже. Так вот, смотрите. Redmi Note 10 Pro. Крутой смартфон. На тот момент это был прорыв. Во-первых, камера 108 мегапикселей первая. Хотя она там, ну, понятно, не лучше. Там не было стабы, там куча чего не было. Там на самом деле очень много чего не было. Но, в целом, это была неплохая камера. J-CAM устанавливаешь и понеслась. Стабы нет. Картинка неплохая. В итоге люди все радовались, когда покупали этот смартфон. Выглядит неплохо. Заднее стекло, задняя крышка из стекла. Все, в принципе, оформлено красиво. Но за что мы платили? Вот здесь вот, смотрите, вот такой был скачок вверх. За что мы заплатили? Мы заплатили за новый экран. Это был AMOLED-экран. И, кстати, до этого это все были IPS-ы. И здесь у нас появился AMOLED. Как вы понимаете, это более премиальная версия. Здесь все логично, все нормально, все круто, все, как бы, спокойно все, друзья, шло. И мы заплатили за 120 Гц, потому что Redmi Note 9S было 60. И здесь мы сразу же перелетаем не на 90, а сразу же на 120. Логично, в принципе, все окей. Логично, друзья, никаких проблем. Большущая батарея. Ну, там в предыдущем тоже была большая. Зарядка была неплохая. Зарядка, кстати, была на 33 Вт в коробке. Но этот смартфон, если вы не знали, поддерживает зарядку на 67 Вт. В коробке ее не было, можно было докупить и все остальное. То есть, по сути, у нас здесь уже было 67 Вт. А вот проблема, что зарядки не было в комплекте, но можно было докупить и так далее. Но, смотрите, мы потенциальные 67 Вт имеем, 120 Гц, 108 Мп камера, неплохой 732 Snapdragon. В общем, друзья, по производительности, по качеству все радовались. Все было окей, хотя ценник, смотрите, резко улетел вверх. Но все согласились, что это было нормально, это было круто. Дальше вышли Poco. Если вы хотите, друзья, вот типа такого видео о Pocophone, то я, друзья, тоже могу вам все это все собрать, проанализировать и понимать вообще, куда все движется и так далее. В общем, друзья, много болтовни, вы понимаете. Но это все очень важно понять для того, чтобы сделать определенного рода выводы и понять, что сейчас нужно брать. В какую сторону нужно сейчас двигаться. А почему нам нужно куда-то двигаться? Потому что обратите внимание на ценник, который был на презентации Redmi Note 11 Pro 5G. То есть берем самую максимальную версию. 329 долларов. 325 долларов, друзья. 325 долларов. И обратите внимание, динамика. Со 180, ну или, допустим, условно, с 200 долларов мы улетаем за 320 долларов. То есть перепад сразу же в две версии за две версии 120 баксов. Просто, друзья, это какой-то алло, отвал башки и вообще, в принципе, что происходит. Я вам просто здесь напорогнозировал дальше, что будет, друзья. Redmi Note 12 Pro 400 баксов. Если вы думаете, что это фантастика, то возьмите Redmi Note 11 Pro 5G в максимальной версии. Сейчас в максимальной версии примерно 388 долларов стоит. То есть уже, уже мы почти имеем ценник вот где-то в этом районе. Как будет дальше, ну посмотрим. Я думаю, что Redmi Note 11 Pro, да и вообще, в принципе, Redmi в этом году пролетели. И анализ всего этого, конечно же, показывает. Сейчас давайте поговорим об альтернативах. Что же все-таки дальше делать? И рубль куда-то там ускакал, вообще непонятно куда. А что там с долларом происходит? Я, кстати, друзья, советовал вам всегда и до сих пор советую. Но не в данный момент. Просто правильно поймите эту информацию. И я всегда получал заплату у жены, у себя и так далее. Я ее переводил всегда в доллары. Вот, ну там, допустим, на Тинькофф-карту. И с этой долларовой карты я делал покупки. И как бы я не заморачивался по поводу цены вверх-вниз и так далее. Вот, потому что ты покупаешь, допустим, телефон стоит 250 долларов. У тебя с карточки снимается 250 долларов. Ну, там нужно сделать в Тинькофф еще активный счет. В общем, друзья, это еще другие заморочки. Наверное, вы в этом сами разберетесь. Если хотите, карточку тоже можете заказать. Можете у меня, можете у кого угодно. Так вот, друзья, 250 долларов цена. И мы понимаем, как она определяется. Сейчас мы посмотрим цены, друзья, на Алиэкспресс. И если на них посмотреть, то становится вообще просто все очень плохо и ужасно. Я не знаю, кто бы это был, эти ценники. Но без смеха на это смотреть невозможно. Redmi Note 11 Pro. Это мы не берем, друзья, максимальную версию. То есть мы берем версию на Helio G96, друзья. 55 тысяч рублей примерно. Там скидка, там, где 50 тысяч рублей можете ее взять с помощью купона. Друзья, шутка, конечно же. Это вообще сейчас цена неадекватная. Заглушки, все остальное. И доллар там куда-то скачет, как сумасшедший. Поэтому сейчас на эту цену не ориентируемся. Но примерно, вот ценник этого смартфона стоил 27 тысяч рублей, друзья. 27 тысяч рублей вы даете за Helio G90. 27 тысяч рублей. Redmi Note 11 Pro. Вообще, что происходит? Это глобальная версия. Ладно, окей. Но давайте посмотрим на другой интересный смартфон. Там же на Алиэкспресс. Называется он Infinix Note 11 Pro. Даже название почти такое же. Просто здесь Infinix. Infinix это большая компания, очень крутая компания, которая развивается. И мне кажется, что через года-два Infinix прям вот будет в топах. Есть еще такая компания Common. Это тоже самое Infinix. Просто немножко в другой обложке и так далее. То есть они уже разделились на самом начале, в этапе становления и так далее. То есть если Redmi отделился от Xiaomi на протяжении какой-то истории, здесь они сразу же две компании создали и идут параллельно. То есть Common и Infinix. Но самое интересное, цена этого смартфона примерно была 19 или 18 тысяч рублей. То есть примерно 10 тысяч разница 27 и 18. То есть там на 9 тысяч разницы. Допустим, тоже мы берем максимальную версию 628. А здесь, кстати, у нас какая версия? 628. Да, ну все окей. То есть здесь еще плюс 2 гигабайт оперативной памяти. То есть плюсом 2 гигабайт нам еще воткнули. Экран 120 Гц, камера 64, батарейка на 5. И быстрая зарядка здесь не такая быстрая, как у компании Xiaomi. Ну, допустим. Ну, тот же самый процессор Helio G96. Экран. Ну, и все остальное. Здесь, наверное, только IPS-матрецы, друзья. Я дальше не разбирался. Но суть в том, смотрите, друзья, что у нас примерно 10 тысяч разницы между двумя смартфонами, которые примерно, вот если посмотреть на все характеристики, упакованы одинаково. И это Infinix, это Redmi. Друзья, когда раньше мне говорили, что там Infinix или Redmi, там возьми то, возьми это и так далее, я, конечно, советовал Realme, Redmi и так далее. Но когда разница в 10 тысяч рублей, ты такой думаешь, ну, камон, ладно. Ладно. И, кстати, друзья, сейчас, если честно, очень неправильно брать смартфон у себя дома. Ну, то есть в официальных магазинах, потому что, ну, реально они стоят дешевле. То есть все вот эти смартфоны, на эти цены вообще не обращать внимания. Они сейчас на Алиэкспрессе. То есть лучше зайти там на Яндекс.Маркет, там еще куда-то. И там будут ценники, конечно же, в разы дешевле и все остальное. Причем гарантия, доставка домой, все очень быстренько и все остальные дела. Но рынок, скорее всего, пойдет все с Китая. Почему? Потому что Apple, как вы знаете, уже закрыли. И с ними, как бы, неизвестно, что будет твориться. Для нас и для этого канала, и для тех, кто смотрит видео на этом канале, ну, типа, Apple закрыли. Таким, ну, ладно, камон, закрыли. И что дальше? Ну, то есть, как бы, для нас это вообще не новость, потому что мы уже давно-давно на китайцах. Мне нравятся китайцы, я надеюсь, что вам нравятся китайцы. Я не против Apple. Отличные смартфоны, хорошие, все такое. Но ценник, на самом деле, для меня неадекватный. Это я вам, друзья, показал только одну альтернативу. Infinix. Ждем примерно год-два. Я думаю, что они потянутся, и у них все будет окей. То есть, они смогут развиваться и давать отличную конкуренцию. Но есть еще две компании, на которые я делаю очень большую ставку. И эти компании просто, мне кажется, будут идти в разрыв. О чем я вам, друзья, сейчас говорю. Самый оригинальный такой вариант. Не оригинальный вариант. Как я не догадался, что джедай замыслили переворот. Ты был избранником! Предрекали, что ты уничтожишь ситхов, а не примкнешь к ним! Ну что ж, и Realme перешли на темную сторону. Так думали некоторые. Но цена, друзья, на этот смартфон упала. И это просто какая-то красота. Цена, конечно же, на Алиэкспресс. Все ссылочки будут в описании. Ну и на телеграм-канале я их тоже обозначу. Брэнк? Да, друзья, вот об этом Realme я вам говорил. Realme 9 Pro Plus. Именно вот эта версия, плюсовая версия. И ценники были 299 долларов на Алиэкспресс. Все, кто успели, забрали. За это примерно было тогда 23 тысячи рублей. Самые везучие умудрились взять цену примерно за 21 тысячу рублей и так далее. Причем здесь минималка 628 или 828. Друзья, 920, 90 Гц AMOLED и крутейшая, просто крутейшая камера, которую, я думаю, со временем поднакачают, прокачают и она станет еще лучше. Быстрая зарядка, 60. Ну, короче, все есть в этом смартфоне. И это реально за 299 рублей, то есть долларов, конечно же, не рублей, это была просто крутейшая цена и можно было взять и радоваться. Но сейчас, понятно, ценники там в районе 50 тысяч, как обычно. Везде стоят стандартные заглушки. И сейчас этот смартфон можно купить, но уже у себя дома. Я думаю, там цена будет в районе 29 тысяч. И это, друзья, поверьте, отличная, хорошая цена. Это мы берем альтернативу, такую самую простую, самую обычную. Как бы мне даже рассказывать вам не надо. Вы сами уже все это понимаете. Прошаренные все окей. Но есть еще и другие альтернативы. Я вам, друзья, обыкнительникс рассказал, реал не рассказал. И сейчас у нас есть вот такие смартфоны. Называются они Moto HS30. Сейчас, друзья, тоже цена в космосе. Но если они появятся на глобальном рынке и у нас. Ну, допустим, здесь цена 20 тысяч примерно рублей. Это все, конечно, уже на Алиэкспресс. Но смотрите, Snapdragon 888+, плюсовая версия. Камера, друзья, конечно, так себе. Материалы корпуса так себе. Ну, я думаю, тоже примерно нужно год Мотороли, чтобы потянуться. Но все, что она показывает на данный момент, это просто хиты. Разбирают, как гречи пирожки. И в Китае все разлетается. До нас даже вообще ни одного пирожка пока что не долетело. Смотрите, есть у нас очень хорошая альтернатива под названием Moto HS30. Это если мы говорим сейчас только об игровом решении. То есть, если вы выберете его как камерафон, наверное, все-таки нет. Если как камерафон, то все-таки Xiaomi 9 Pro Plus. Это будет самая лучшая версия, самый лучший вариант. Дальше у меня было такое видео. Называется Unisual Redmi Note 10 Pro. Давайте посмотрим начало, кто же его унизил. Привет, дорогие. Ну что ж, компания Moto все-таки удивила. Я до конца, друзья, не верил, что они выпили такой ценник на G60. Я думал, что они сделают более дорогой ценник, и мы, как обычно, подумаем. Хорошие характеристики, все круто, но ценник не такой, как у Redmi. И, соответственно, мы пропускаем этот смартфон мимо. Но компания Moto удивила. Все по красоте, с отличным ценником. Друзья, сегодня я вам представляю Moto G60. И продолжаем играть в игру под названием «Подпишись, не глядя». Да, друзья, кстати, играем в эту игру под названием «Подпишись, не глядя». Moto G60. То есть нас интересует линейка G под названием G. Это у нас средний сегмент, и мы понимаем, что там должны быть более-менее адекватные ценники, характеристики и все остальное. То есть у Moto, понятно, есть разные флагманские линейки. Такие есть линейки G-версия или G40. Вот здесь Fusion. Это немножко другое название для Индии. Для глобального рынка вот такое название присутствует. Но смартфон, друзья, смотрите, по характеристикам превзошел все ожидания на тот момент. Давайте вот сейчас глянем в скриншот. 6,78, 120 Гц. Это IPS-матрица, 32 Мп фронталка, 108. Обычная камера. То есть, по сути, мы что имеем? Мы имеем повторение Redmi Note 10 Pro. Почему? Потому что здесь 732 Snapdragon. Snapdragon, версия 64, 128 и так далее. Короче, все повторяется один в один. И здесь мы, кстати, что еще смотрим? Камера на 108, 16 и так далее. Но это нам неинтересно. Мы сейчас посмотрим просто-напросто на цены и удивимся. Дело, друзья, герцовка, современный, отличный смартфон за 166 долларов. Это очень хорошее предложение. Старшая версия 6, 128, 213 долларов. Тоже, друзья. То есть, примерно в разных просто названиях мы имеем ценник в 186 долларов, друзья. 186 долларов за абсолютное повторение того, что нам было предсказано в Redmi Note 10 Pro. А это у нас 250 долларов. То есть, а вот эта цена была 250 долларов. Вот такие дела, друзья. Вот такие альтернативы. Давайте посмотрим на параллельную вот эту скользящую. Это у нас Realme. Допустим, вначале там был Realme 5 Pro в районе 150 долларов. Вообще, очень дешево. Разбирали классно все. Четыре камеры, все окей. Здесь я пропустил, друзья. Realme 6 Pro. Наверное, здесь был Realme 6 Pro. Скорее всего, друзья. Да, на фоне Redmi. Дальше мы видим примерные ценники у компании Realme 200, там 220 и 200, тоже 20, 215 примерно вот в этом районе. Здесь появился Realme 6 Pro. Это вообще один из самых лучших смартфонов, наверное, за всю историю. Там немножко проблемки с батареей, там еще что-то такое. Но все по мелочам. Но камерафон был только у одной компании за всю историю в среднем сегменте. Прямо вообще, вот прям супер набор со всех точек зрения. Просто куча камер, 6 камер, друзья. И причем половина из них более-менее адекватно работающие. То есть это не так, чтобы ты просто взял непонятно ради чего. А здесь все реально работало. И телевик, друзья. Просто вдумайтесь, настоящий телевик был в этом смартфоне. Это вообще просто какой-то космос. Снос вообще всех приоритетов и все остальное. Вот здесь был Realme. Он был дороже. Вот смотрите, цена примерно дороже. Хотя прошка была тоже примерно вот в этом районе. Но, конечно же, он уделал всех абсолютно конкурентов и все остальное. Далее была семерка. Далее была восьмерка. Тоже, друзья, все примерно проходное. Потому что, ну, так себе были характеристики. Где-то были ошибки у компании Realme и все остальное. Хотя Realme 8 Pro неплохой смартфон. Семерку я бы вообще, в принципе, никогда не брал для себя. Но если кто-то взял, тоже, в принципе, неплохой вариант. Но были ошибки в маркетинге и все остальное. Самое главное, друзья, идем дальше. Мы выходим на Realme 9 Pro, о котором мы говорили вот с вами здесь. Да, вот этот смартфон. И смотрите, он стоит в районе 299 долларов. Если говорить, конечно же, о скидке, всякой такой ерунде и так далее. Поэтому здесь тоже, друзья, примерно скидочная цена. Но сейчас давайте ее подправим. В идеале она стоила 270 долларов. То есть, окей. Ну, даже если так, друзья, сделаем. Перевес не совсем большой. Но в Redmi Note 11 Pro 5G вообще ничего особо не показали. А в Realme 9 Pro Plus показали абсолютно все. Новую камеру. Хороший процессор. Причем там 920, 11, крутой, мощный, производительный и все остальное. Короче, упакован телефон со всех точек зрения. А ценники, примерно, друзья, одинаковые. Конечно, если говорить между двумя этими смартфонами, то цена, наверное, за Realme 9 Pro на самое адекватное. 299. Это самый адекватный вариант. Итак, друзья, что я хотел сказать этим видео и к чему мы в итоге придем. Я настраиваюсь на положительное, на то, что все будет хорошо, все будет окей. Ценники подправятся. Рубль как-то стабилизируется. И мы сможем покупать все, что нам необходимо. Кстати, если вам необходимы хорошие советы, то, смотрите, здесь называется статья «Отключите автообновление. Что делать дальше? Санкции и все остальное». На Дзен-канале я выложу, друзья, эту статью. Обязательно ее почитайте. Здесь очень хорошие советы. Но и в целом, чтобы не было паники и все остальное. Realme 9 Pro тоже цена рухнула. Вот я здесь тоже об этом рассказывал. Поэтому настраиваемся на положительное. Следующее видео тоже можем разобрать, допустим, ПОКу. Или что-то вы хотели бы разобрать, то тоже пишите обязательно в комментариях. Мне будет интересно посмотреть, почитать и что вы думаете по этому поводу. Обязательно подписывайтесь на этот канал. Мне будет очень приятно. И если вы хотите стать спонсором канала, то, наверное, сейчас это единственный способ заработка мне найти дек. Как вы понимаете, монету сейчас отключили и осталось только спонсорские подписки и все в этом роде. Если хотите спонсорство, оформляйте и мне будет лететь какая-то копеечка. Всем респект, уважуха, друзья. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok